Кто такой Кордонский? Это как бы социолог, который даже работал, по-моему, в администрации президента. Он знает и дружит со многими известными историческими личностями, например, со стыдливым воришкой Петром Авином и прочими, прочими, прочими. Значит, вот. Проблема состоит в том, достаточно важная, в том, что его социологическая теория на сегодняшний день приобретает все большую известность и, скорее всего, становится базовой для восприятия реальности. То есть во многом более-менее образованный класс начинает воспринимать российскую действительность через призму его работы. Это не больше, не меньше. Такая вот у нас ситуация. Это опасный признак, хотя, конечно, я даю ему должного, что любая научная теория, она всегда испытывает некоторые искушения стать дискурсом. Не быть не наукой, а стать дискурсом. То есть превратится в некоторый набор самосогласованных понятий, которые мы применяем к миру, и из-за которых этих применений к миру самосогласованных понятий только ими объясняют. Они в себе замкнуты, ничего нового внутри себя не допускают. Значит, его социологическая теория, она как бы состоит из двух фундаментальных вещей разных. Это первое, это гаражная экономика, так называемая. А второе, это Россия как сословное общество. Никак не классная, а как именно сословное общество. Ну давайте поговорим, что такое примерно сословное общество. Сословное общество, это тогда, когда у тебя есть некоторый ресурс, который не добывается путем рыночных отношений или каких-либо еще. И этот рыночный ресурс определенная группа людей распределяет. Рыночный ресурс, да. Ну что это такое могло быть? Ну, в настоящий момент главным рыночным ресурсом являются деньги от продажи нефти. Она распределяется опасной. Тот-то учителям дать, тот-то силовым структурам, тот-то чиновникам, что-либо еще. Вот. Ну, бывали и другие ресурсы. Например, был очень важен русской ресурс во времена Сталина ГУЛАГа. И действительно, приходили наркомы, говорили, нам нужен такой-то ресурс. И им ГУЛАГ выделял кому-то столько, кому-то столько заключенных, кому-то столько, и они кто стоил электростанцию, кто дом культуры, кто еще где-то чего-то, кто железную дорогу и так далее, и так далее. Это был человеческий ресурс. Был продовольственный ресурс. Тогда Сталина страна всегда голодала, в общем-то. Исключений не было. Иногда она просто голодала, иногда она смертельно голодала. И тоже была определенного рода маневра. Вот тут недавно был фильм замечательный, сериал «Орловый Александров», по-моему, вот так он назывался. И там было очень замечательно показано. В 1946-1947 год, я напомню, примерно миллионы тогда граждан Советского Союза умерли голодной смертью. Кто-то говорит меньше, кто-то говорит больше. Там фрукты. Режиссер лазит в этом дворце в Питсунге в окна своим актрисам и так далее. То есть, просто такой сказать рай. Вот им досталось просто больше ресурсов. Им ресурсы дали продовольственного и человеческого, а другим не дали, а другие умерли от голода. Поэтому есть определенного рода сословия, и этим сословиям достается разное количество ресурсов. Какие сословия... Сословия само по себе не являются ресурсами? Не являются. Сословия, это некая группа людей, именно сословия, созданы для борьбы с какими-то вызовами, настоящими или эффективными. Кто создает? Какая-то вот так называемая власть. У тебя есть некоторая штука. Вот, например, у нас есть закон о государственной службе, который выводит, делает из государственных чиновников нечто совершенно особое. Они иначе защищены гораздо лучше социально. У них несравнимо высокие пенсии, и так далее, и так далее. Что это, если не ресурс того же государства? Ресурс денежный. Ресурс денежный, который это сословие получает. Нет, почему? Само споседжен, нет, их ресурс распределяют, их не распределяют. Почему? Не распределяют. Отдают кого-то, да? Ресурс на тот, что... Ну, хорошо. Ясно. Ну, вот, или, например, есть силовые структуры. У нас их вводит 9 штук, я правда считал, у них есть специальный закон силовых структур, как и закон государственных служащих. Они тоже выведены из общего круга людей. Ну, это прокуратура, следственные комитеты, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, ФСБ, ФССО, юстиции, потом МЧС. Ну, и армия, она отдельно идет. И вот у нас этих 9 служб, в них, говорят, больше 3 миллионов человек находятся, они тоже обладают определенного рода привилегиями. Они создают себя как определенного рода сословия, и между собой за эти ресурсы борются. То есть считают это. Поэтому в свое время, помните, была прокуратура на коне, а потом ее поделили на прокуратуру, собственно, и на следственный комитет, и начали всяческим образом угнетать и мочить. Можно уточнить, а что они будут там? За ресурсы. Все, что угодно. За денежные ресурсы. В основном, сейчас за денежные ресурсы. Да. За экономические. А вот, например, у нас было сословие отчасти привилегированное, например, у научных работников. У них был ресурс, за который они боролись вполне успешно, это заграничные командировки. Вы понимаете, что это не имеет отношения к деньгам, в той ситуации. Но очень мало кто имел право на выезд из страны-то на тот момент. Ну, имели артисты. Но артисты выезжали и их было очень опасно вывозить. Потому что, вы знаете, помните анекдот, что большой театр после гастролей по Америке решено было переименовать в малый. Потому что они все взяли и сбежали. Был особый рекорд, я помню, был установлен. Был круиз, по-моему, году так, в 74-м. Круизное судно, оно специально, чтобы народ не разбежался с него, не заходило ни одни порты, он путешествовал по Тихому океану. И там один океанолог в майках с компасом и маской выпрыгнул трое суток, трое-три ночи и два дня плыл, он океанолог поориентировался таким образом сбежал с этого корабля, то есть маска и этим штуком. То есть народ бежал как угодно. Поэтому такой ресурс как заграничные командировки был, он очень важен. Многие люди, которые вышли на пенсию сравнительно недавно, типа моего дяди, уже покойный бывшего проектора кораблестроительного института, он долгое время воспринимал эту заграничную командировку как нечто ооо. Как сейчас практически любому, это доступно, можно было в Финку, например, выехать. А для него это долгое время было, но он там в 90-х годах на пенсию ушел. Вот. Таков значит расклад. И вот таких ресурсов было много. Это был, например, квартиры давали, которые тоже в советское время тоже были ресурсами. У тебя строился какое-то жилье, и это жилье надо было распределить. Это тоже был некий поток ресурсов. У тебя по отношению к нему были сословия. У тебя были, например, национальные единицы, они были созданы Сталином, тоже как получатели некоторого ресурса. То есть у тебя есть люди, которые должны получить ресурс. У тебя, например, было ясно, что грузины это народ, а Мингрелы это не народ. А татары? Это не татары народ. Им эти какие-то ресурсы полагались. Поэтому была национальная автономия, в ней был всегда... Какая же автономия? Из Крыма просто взяли и выселили. Да не королевских татар. Нет, про татары, про нормальных татар, которые из Казани живут, они не надсменов Крым. Вот. Такая была. И там всегда ее возглавлял первый секретарь был... Русский? Нет, национальный свой первый. Второй был... А первый, да, да. Первый. Как первый сейчас? Ну, вот. Это тоже, это были как бы... Нации тогда являлись учетными единицами по распределению и получению какого-то ресурса. То есть так же. А Мингрелам даже письменность не полагалась. Они должны были переделываться куда-нибудь. На него лежили даже без письменности. Потому что язык, как говорят, Мингресский от современного грузинского отличается очень сильно. То есть примерно как русский от сербо-хорватского. Вот. Такова ситуация. То есть с одной стороны какая-то этническая группа ну там где-нибудь в Алтаре алтайцев называлась этносом. Из нее делался секретарь. А рядом другая группа и ресурс такой не полагался никакой. И вот эта очень интересная картинка мира рисуется. Этот мир о том, что я постоянно говорю, что советский строй времен Сталина это было не что иное как азиатская диспотия. То есть азиатский способ производства. Там где нет у тебя фактически рыночной экономики есть распределение. Ты этот ресурс забираешь и переспределяешь тем засорством которое он существует. Сейчас оно так и есть. У тебя есть 350 миллиардов дохода нефтяной ренты и ты нефтяную ренту ты понимаешь со словами в их важности. Ты понимаешь что учителя это действительно менее важно чем словы структуры. Поэтому у тебя количество ресурсов которые у них делаются материальным он не сопоставим. Ребятам вот у меня был знакомый мальчонка по-моему заместитель прокурора какого-то района он за это время за время прокуратуры тогда когда я последний раз с ним контактировал лет 7 назад он получил например две квартиры от государства. Представляете по внешних этих вещах зарплата еще чего-то там было хватало у него всяких вещей он был зам прокурора в Девяткино в центре города получил как-то вот такая это ситуация то есть вот был поток то есть у тебя есть некий вызов скажем так называемый наркотрафик и ты на этот наркотрафик садится какая-то группа товарищей организует себя как сословие как некий орден и этот сословие получает вот он и вот эту самую ситуацию вот это касается структур общества мы видим что картина представление мира Симона Кардонского она это общество принципиально не классовое то есть главное развлечение а это для социолога очень важно Симон Кардонский это как бы ну практически единственный пример думающего современного социолога то есть который думает я еще встречал по-моему его звали Дима Иванов когда-то вот по-моему так его звали это у нас в Никсире институт социальных исследований который был семинар подвесник философского штурма вот тоже мальчик ну тогда на 5 лет у меня был старшин сейчас ему порядка 50 лет просто интересно что с ним получилось вот он тоже был думающим таким товарищем и вот здесь уникальный пример что социолог а с другой стороны умный это очень редкое сочетание такое бывает Симон Кардонский это как раз такой уникальный пример этой самой картинки вот и всегда когда мы начинаем говорить о каких-то группах то есть мы делаем стратегификацию общества какое-то и утверждаем что взаимодействие между этими группами является для нас существенным и вот Симон Кардонский говорит что они делятся не по классовым признакам ни какой-либо еще а делятся они вот по таким родным сословиям в этом смысле Россия от России Ивана Грозного мало чем отличается это воспроизводится одна и та же сословная структура ты принадлежишь сословию и ты к нему сделаешься часть народу из этих сословия практически выкинут вот например люди свободной профессии они из него выкинуты но с другой стороны понимаем что например писателям и художникам тоже полагается какой-то объем ресурсов и назначается скажем там интеллигенция назначается там 10-15 человек ну там например за всех кинематографистов назначается Михалков он их тоже получает и там внутри себя внутри цеха распределяет что об этом вы удивите еще в Греции было разделено сословие чем отличается Греция а было ли Греция действительно разделение на сословие ну а как же было цеховое разделение отдельно войны отдельно управленцы отдельно рабы чем это не разделение нет это простите отношения между рабами и владельцами Это не сословное разделение, это разделение классовое. Ну, слушай классовое, а ресурс? Какого получателя не ресурса? У тебя ресурс, он ресурс сам, у тебя отношения... А военные философы также были свободными, свободные младшие? Нет, у тебя отношения, которые возникают, отношения между... Производственные отношения, вот когда у рабочего и капиталиста, они у тебя, как они возникают? Они между капиталистом и рабочим возникают. Вот здесь они у тебя возникают, между капиталистом и рабочим, между рабовладельцем и рабом. Это вот твоих. А здесь иначе, у тебя нету ситуации, когда у тебя возникает какая-то экономика, скажем, в рамках прокуратуры. Она просто испытывается как получатель внешнего ресурса. То есть ты эти ресурсы откуда-то забираешь, и потом ты их перераспределяешь. Раб и рабовладелец. Раб работает на своем поле и чего-то там мотыгой. И добывает ли рабовладельца, который потом продает или не продает, или потребляет продукцию труда. Это у тебя классы общества, не по отношению... Почему, извини меня, прокурорская система работает для того, чтобы создавать некие понятия в обществе, которые работают на добывание этой же нефти? Нет, 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 нет. Она работает в современной России только на добывание этого ресурса. То есть она не сделает ничего для того, чтобы в этом нет добыть. Она только направлена на то, чтобы добыть еще ресурс и поддержать тот ресурс, который поступает. Если какое-то действие уменьшит ресурс, она его не сделает. То есть отношение только такое, отношение только с тем, кто спускает ресурсы. И никаких других действий не выполняется. И это отношение... То есть, грубо говоря, прокуратура ничего не создает? Ничего. Не то, что нельзя. Но она относится к этому делу, имеет получение ресурса. Она не имеет отношение к, собственно, производственной деятельности. Вот она не имеет от него такого отношения. Это вот странно. У тебя... То есть у тебя нету, как бы, класса... Грубо... Ну, вообще говоря, что-то это важно, знаешь почему? Потому что можно переходить сразу же ко второй части, так называемой гаражной экономики. И у тебя получается очень интересная вещь. У тебя есть, с одной стороны, набор сословий, которые живут на получении какого-то ресурса. Это ресурс нефти, с одной стороны. А с другой стороны, у тебя есть вся масса остального народа, которая вынесена практически за пределы всей нашей наблюдаемой этой системы. Они не являются получателями ресурса никакой, ни в коем мере. Он им просто не полагается. Они фактически не платят налоги. И фактически получается, что их нету. Симон Крадонский делает очень важное заключение. Он говорит, сколько бы мы городов не обследовали, мелких, небольших, всегда их население на 10-15% выше, чем пишет. Есть разное статистическое. Вот это выше. Он утверждает следующий факт, что мы делали наблюдение по поводу потребления продуктов основных. Он утверждает, что население Москвы не 12 миллионов, а скорее всего 20 и больше. То есть фактическое. Он полагает, что у нас вне нашей учетности находится, ну, соответственно, 20-30 миллионов россиян. Вот это важно. Скорее всего, где-то они выходят. Они просто не учтены. И здесь спрашивается, на чем они и как они живут. И вот здесь возникает концепция гаражной экономики. Здесь тоже с этим вопросом надо как-то уметь справляться. Надо отличать обычное капиталистическое предприятие, которое основано на рынке труда, на рынке капитала, которое есть не стояное, как расширенное воспроизводство. Ну, когда ты начинаешь что-то делать, стол, например, очень хорошо. Мануфактура обычная, ремесло, он столько слов и делает, он больше их не делает. Делал три смены, он три делает, по большому счету. А здесь расширенное воспроизводство, он идет, берет что-то в качестве залога, использует, берет кредит, и на это разворачивает дополнительное производство. Это вот капитализм такой. Он отличается от мануфактуры. От мануфактуры и от ремесленного производства. Вот наше современное ремесленное производство, оно есть что иное, как вот совокупность вот таких гаражных, кустарных производств. Наши, для них это Россия. Россия. И распределить и распределенных мануфактур. Что такое распределенная мануфактура? Они изучали в свое время в Вологодской области. И видели, что там, в четырех районах, есть распределенная мануфактура по пуховым всяким вещам, в первую очередь платками. Кто-то выращивает этих, кто-то расчесывает его, потом перепродается. И там работает рынок, где-то есть, в каком-то городе, городке, ночной. То есть он с четырех утра работает, по-моему, до десяти дня. Где-то я, кстати, об этом скажу, это удивительное тоже обстоятельство. Туда в основном приезжают цыгань оптовики. Они закупают их, потом разводят по всей стране и продают вот эти пуховые платки за наличку. Я аналогичную штуку сам своими глазами, когда я еще нормально ходил, наблюдал в районе Пятигорска. Исторически там горы, пасли скот и возделывали все, как урон, шкуры всевозможные. И там сейчас тоже существует распределенная мануфактура, специализирующая на кустарном и не кустарном производстве всяких меховых изделий. Вот у меня есть шапка меховая, она оттуда сделана. Она сама их шьет. Все это, несколько районов людей на этом специализируются. И есть рынок тоже утренний, ночной. Рынок Георгиевска. Работает один раз в неделю. И туда они в основное время работают в том-то дело, сами люди. Они приезжают, это дело продают. Собираются в самой штуке. Он работает. Это не ярмарка Псарской России. Это не ярмарка. Это не ярмарка. Это вот что-то нечто такое. Люди весь год работают, потом приезжают на ярмарку и все продают. Нет, не знаю. Чем отличаются? Не знаю. У них рядом есть ярмарка Псарской России, постоянно действующая, знаменитый рынок Людмила. Главный рынок Пятигорска, главный рынок всего Северного Кавказа. Все туда съезжаются. Смеялся один из наших курсоводов. Вот рядом. А там они десятки километров квадратно занимают эти рынки. Рядом есть рынок, где все два раза дешили, но все равно все знают слово Людмила. И идут на эту самую Людмилу. Он не имеет отношения к Георгиевской. Там действительно все продается. То есть, это 2009 год, если я наблюдал за этой действительностью тогда, когда-то, то в Петербурге это сетевая торговля, магазины, но там ничего подобного. Там все покупалось на рынках. Там обычные магазины, это скорее редкость. А вот на этих суперрынках типа Людмилы оно все покупалось. Как ни странно, это даже было в Москве, потому что в Москве, например, занимаешься строительным инструментом человеку, было тоже непонятно. У них основной оборот давали так называемые строительные рынки. Ты приходишь на рынок, у тебя там контейнеры стоят, небольшие павильоны, и ты себе накупаешь что-то. Где уровень купишь, где краску, где еще что-то. У нас этого никогда не было. Говорят, что Матвиенко это предлагали сделать, она сказала, что такого формата торговли в Петербурге не будет. И его не было. Юнона так и не получила никакого распространения. И тоже был, например, радио рынок Митина, который электрикой занимался. Всевозможными, не линейтелями, но всяким таким. Он тоже был странный до невозможности. Он тоже был фактически ночной. Он открывался то ли в 8, то ли в 7 утра. А автовики перелезали через забор и ходили, продавали, и начинали покупать на все это дело в 5 утра. Потом они летели в грузилище и уезжали. Наверное, по всей видимости, это потому, что им надо было успеть ехать в день по Светлаку. Вот что дело. А уже к 10 часам торговля вымирала, как и в Георгиевском. Почему не так? Потому что опт. Опт-то выжили. По Юноне, что ничего такого не было. По Юноне, да. И вот Петербург, на удивление, вот этой самой формы не знает. Вот этой формы не знает. Как сказать, Юнона знаменитый рынок, еще до сих пор работает. Да, конечно, знаменитый. Но формы вот этой строительного рынка, что-то, Петербург не знает. У нас продажи, например, ведется не как в этих многочисленных рынках, которые были, а ввелась она в магазинах, типа Максидома или что-ли еще. Очень распространена сетевая торговля. Очень это что-то. А чем она отличается от того, что ты рассказываешь на рынке, Саша? Ты тоже, не знаю, там какой-нибудь строительный, строительный этот самый? Она принципиально отличается. Она отличается тем, что ты, мелкий чмошный производитель, не сможешь никогда работать с сетевым оператором. Во-первых, он будет заставлять тебя деньги завешивать в большом количестве. У него будет отсрочка 2-3 месяца, а он будет тянуть ее до полугода. С тебя будет тянуть. У тебя денег оборотных не хватит. Во-вторых, ты никогда не сможешь его объемы, если они начнутся их соблюсти, потому что ты мелок слишком. И так далее, и так далее. А у рынка, у тебя там стоят тысячи, скажем, продавцов. И ты, если ты мелкий производитель, ты можешь либо сам стоять, либо ты можешь продавать какому-то вот этому. И продавать ты будешь по факту. Когда Мастернет, в котором я когда-то работал, в Петербурге появился, это был его первый фирреал. Они никак не могли понять, что здесь так сложно торговать по факту. Почему? Да мы же торгуем в этом у себя. А как у них было сделано? Вот эти строительные рынки в конце 90-х годов в Москве. Утром к ним приезжают эти торгаши и покупают у них товар, кисточки, кто-либо еще за деньги. Их выгружают, и они на рынок это вывозят и потом продают. У нас ничего не было. Не было таких рынков, куда ты это мог вывезти. Не было людей, готовых покупать по факту. Поэтому здесь были проблемы. Здесь была принципиально другая в Петербурге структура торговая. Все покупали в магазинах. А магазин, которым нужен кое-какая документация, хоть и фальшивая, там еще что-то нужно, там нужен большой объем, опять-таки. И тебе нужна срочка. То есть ты вешаешь в них деньги. Ты вешаешь в них деньги, они тебя потом не мешают отжировать. Потому что они тебе деньги не хотят отдавать, они тобой будут издеваться. Как это связано со словами? Это связано с гаражной экономикой. Это связано не со словами, а с гаражной экономикой. У тебя оказывается, что большая часть народа работает на таких своеобразной экономике, которая выглядит архаичной. Эта экономика не является экономикой современного товарного производства. Но у тебя есть, например, гаражи, в которых кто выращивает марихуану, кто делает пельмени, кто ремонтирует автомобили, кто еще чего-то делает. И оказывается, что многим городам, небольшим, это является основной способ загрузки населения. И самое главное, подряд на строительстве. Все строятся, как могут. То есть одни продают строителям, другие их как-то обслуживают, другие изготавливают фальшивые для них документы, третьи санитарные книжки фальшивые, и так далее. Это очень интересно. И эта экономика очень важна понимать, как она имеет к сословному отношению. То, что это экономика, которая существует параллельно и одновременно с экономикой сословной. Вот ты представляешь себе, что у тебя есть мощный поток ресурсов, которые у тебя есть круче народа, которые не пашут и не сеют, и о благосостоянии которых ты можешь только слышать о фольклорах, и все эти удивительные новости про Пескова, с его часами, с равными бюджетом научного института достаточно большого, годового, что-либо еще. И вот это все, это и есть. Они сидят. Они работают, как бы этот контур, как бы замкнут, он замкнут сам себя. Вот есть ресурс, они его потребляют и каким-то образом осваивают. И рядом есть экономика совершенно другая, которая никаким образом не задействована в этом ресурсе. Она задействована в этом ресурсе. Тем, что те являются покупателями. Да. Именно эти покупатели. То есть часть денег, все-таки ресурсы, опускаются на дно. То есть колонну строят. Они строят вот это. Да, да, да. Вот это они в Ульяновске работают. Исследовали, и у них получалось очень интересно. Есть фишаки, то есть важные люди, которые влияют определенный народ в социальный капитал. Он конвертируется в деньги. То, что каждый из них там строит себе. Торговый центр, гостиницы. То есть переходит в нал, а уже неучтенный нал идет в гаражную экономику. Да, а гаражная экономика, они эти ремонт делают в этом торговом центре, еще что-то. А потом сами вот эти гаражники у этих же фишаков и снимают квартиру. Ой, снимают квартиру. Помещение под офис. Получается, что вот так замкнуто. Очень интересно. Вот сейчас в связи с нехваткой денег, пытаются с этой экономики снять бабло. С нее очень сложно взять бабло. Она не работает на полноценном кредите. Почему она себя плохо чувствует? Чувствует, потому что сетевая торговля тихонько, она убивает подобного рода рынки. Я думаю, что приедет я сейчас в Пятигорск, я бы увидел другую реальность. Там Дикси, может быть, какая-нибудь федеральная оператор, магнит может быть много. Они перенимали бы эту вещь. Но я думаю, что рынок в Георгиевском не убьет ни что. Но это очень интересная вещь. То есть мы пытаемся адекватно описать картину. Мы видим, что у нас есть две России и совершенно между собой весьма слабо собраны. Мы видим, что речь идет о социальном капитале определенного рода. То есть деньги не являются настолько уж важными, это не просто есть обстоятельства, а роль в этой сословной структуре. Ты принадлежишь к какому-то сословию, и в нем кем-то существует. Вот он рассказывает про ситуацию. Приехали в какой-то небольшой городок, а кто у вас является элитой? Как ее это определить? Очень просто. У них один раз в год приезжает патриарх, и он устраивает себе обед. Тех, кого-то приглашают, и являются местными элитами. Поэтому у тебя служит работница мэрии, получая заплату 20 тысяч рублей, какой-то начальниц отдела, ну, маленький городок, обладает большим авторитетом, чем какой-то бизнесмен, который там распиливает неущущенный релиз, и имеет там десятки раз больше. Ну, вот так она у элита устроена. Потому что вот тебе важна вот эта социальная роль в каком-то, то есть в рамках какого-то сословия. То есть предназначение сословия очень-очень важна. Вот. Проблема ее следующая, что эта система очень плохо настроена на расширенное воспроизводство. Как его переделать? Ну, она никак не настроена на расширенное производство. Как ее делать? Ну, она растет в каком-то смысле? Может, и умирает? Растет только за счет роста цены на нефть. То есть все было в порядке, когда ресурс увеличивался. Увеличивался не за счет расширенного производства, а за счет просто роста цены на нефть. А когда сейчас упало, она вообще не может никак. Да, и тогда вот это сословие, если ресурс прекращается, то есть попытка пересадить вот эту угруппировку на другой как бы ресурс. Вот он, вот, Симон Кардонский об этом рассказывает. Он, оказывается, принимал участие в разработке закона Роснана. То есть, а давайте еще вместо нефти что-то такое придумаем, где будем собирать ресурс опять, и потом будем его опять распределять между собой. То есть это очень интересно. То есть она собирает ресурсы, потом между сословиями распределяет. И у них есть и архия сословий. Те, которые ездят на Мерседесах с собачьими головами, примерно к бамперам, но в какой-то момент важнее человек, который ездит на Мерседесах без собачьих голов. И что-либо еще. Но это, возвращаясь уже к известному рассказу Владимира Сорокия. Они между собой борются, сражаются. Но вот очень интересно будет, если этот ресурс, он отобрет. И он отобрет как-то... Но отобрет, наверное. На что пересаживаться? А для них, вот Симон Кордонский тоже совершенно правильно замечает, что это такое политика настоящая. Моиная опера. Те показывают там Путина, таких медийных фигур. Они там что-то делают. Ты говоришь, Крым наш, им аплодируешь чего-либо еще. Но их бытие, особенно жителей мелкого города, небольшого, их экономическая реальность, она с тем, что показывают по телевизору, никак она не коррелирует. То есть там, конечно, денег становится меньше неких. Но при этом вот эта ограженная экономика, вы поймите, она очень устойчива. Хрен ее сдвинешь. Можно замочить только так, как вот и варяги придут, какая-нибудь лента, небольшой по всему, и убьет. Я видел такую картинку, картинку в Ростове-на-Дону. Ой, Ростове-на-Дону. В Ростове-Великом я видел картинку. Там Кремль, около него есть экономика, есть городок на 50-40 тысяч человек, может меньше, может 20 тысяч. Ростове-Великий. Великий совершенно. И там есть один магазин всего лишь, по-настоящему. Это магнит гипермаркет. Ну такой, раза три меньше нашей ленты. А все остальное, оно по большому счету специализируется там на спиртном, когда он не работает вечером, из-под полы продает. И закуски к нему. Вот сами, всем прочим. Здесь такие вот мелкие лавки на 5-6 метров, на 10 метров. Как удивительно у меня в деревне пятерочка, еще два магазина на несколько домов. Да? Да это трасса, наверное? Трасса? Нет, не на трассе. Трасса у вас? Не на трассе. Ну рядом она. Ну рядом, трасса, это дорога, нет, поселки дачные, да, проходят. И вот он тоже разбирает эту ситуацию, ситуацию дороги. Что когда у тебя есть шоссе, то руку к нему формирует своеобразная тоже экономика гаражная. Где-то шиномонтаж занимаются, здесь придорожные кафе, здесь проститутки для дельнобойщиков. Они все вместе образуют, как ни странно, единый организм. Она может глядиться на несколько областей, вся эта дорога. Вот несколько областей, то есть никто ими специально не управляет, но они, вот это является трассой, единым организмом. Там, скажем, 200 километров какой-то такой единой жизни, они друг друга с собой связаны. У них есть, собственно, интернет, от рации дальнобойщиков, что-то еще. И они вот в это вещи спешат. Самое интересное, что они не заинтересованы в смене. Не заинтересованы. Не заинтересованы. Это такой вот интересный ресурс, когда, по сути, дно, угнетенное такое, не привязанное к ресурсу основному, оно заинтересовано сохранить статус-кво. Объяснить человеку, когда он пошел и налом получил свои 10-20 тысяч, что если ты организуешь нормальное предприятие, ты будешь получать 100 тысяч, но платить налоги с него 20 и 80, это не объяснить, потому что у него свои деньги, которые он получил, а если еще чуть-чуть приворовывает, то это вообще... Он не может ничего это сделать, потому что, если он будет делать это предприятие, то он будет неконкурентоспособным. Они все это потрясно понимают. И вот такая экономика существует. И, как ни странно, вы будете смеяться, этот народ живет, в основном смысле, роскошно. Вот это... То есть, при всех копеечках, казалось бы, незначительно. Живет тут хорошо. Почему? Потому что очень важно в ощущении количество рабочего времени, которое ты тратишь. То есть, 4-5-часовой рабочий день, 3-часовый рабочий день. Для России настраждение это обыденность. Работать столько, сколько захочет. На том же меховом производстве что-то еще. Он не привязан к какому-то времени постоянному, к постоянному рабочему месяцу. Он работает, постоянно ему мало. И эта жизнь у них, она чудесна. Вот есть такой замечательный фильм 2005 года, аж 4 серии у него было, часовых. Называется «Счастливые люди». Про Бахм. Это поселок Ненесей. Стоит поселок, там нет 300 домов, ничего нету. Есть дизель-генератор и всякое прочее. И чем он занимается. У него специфический очень бизнес. Во-первых, они занимаются добычей соболя, ну и так же белки, и всякого прочего. С другой стороны, а по-сторому ловят рыбу всевозможных проявлений. Практически натуральная экономика. Но они работают и как бы много, но получается, что не то, что много. Но вот они как бы ничего не зависят. Преступности там нет. Вот тут Симон Кордоновский рассказывает о какой-то случае, когда приехал губернатор на выборах и сказал, мы вам в ваш поселок дорогу положим. А те сказали, нет, нам не нужна дорога, нам и так хорошо, им очень важно, что сделать. И там в этих счастливых людях так называемых тоже важно, что у них навигация два месяца, а потом иногда вертолет принимает. У них там есть биороботы, местные какой-то северные народы, спившиеся полностью. То есть, который готов в реальную копейку колоть трава, вспахивать огород, чего-то еще. То есть, есть собственные биороботы и так далее. У них на каждого охотника по тысяче, по полторы тысячи квадратных километров квадратных, да, квадратных километров этих угодий, где он его обходит, объезжает на снегоходе. Конечно, я бы, наверное, я так посмотрел сюда, как они зимой охотятся. Я бы, конечно, такой жизни бы не хотел. Но им там в этом комфортно. Но они-то уже не знают. Они в этом себе существуют. У них громадный несей, у них чего-либо еще, у них приличного жизни, то есть, у них каждого лодка с мотором, ружье, снегоход, стиральная машина, хотя домики достаточно убогие. Единственная проблема это мошка, я бы так сказал. Но реально еще другая проблема, они не знают. Они употребляют речную рыбу, они все заражены глистами поголовно просто. Вот. Там, нельзя сказать, что они спившиеся, там замечательно красивые дети, но только потом более-менее тяжелый труд, отсутствует медицинской помощи и, конечно, старе достаточно рано. Вот. Это вот тоже такая, им скажи, мы вам дорогу до Красноярска построим. Не, не надо, потому что в Алтае, там, под Красноярском, того же Стополя уже все давно перебили. А здесь не его добывают и все. Вот. Консервативно, конечно. Ну вот она очень-очень интересная. Что с этим делать, это совершенно непонятно. Как ни странно, вот эта перестройка, она сделала для людей очень важную вещь, что даже они живут в рамках гаражной экономики, они все получили громадное преимущество. то есть гнет советских этих предприятий, гудка, всего прочего, он как бы спал. И они сами что хотят делать. Он хочет работать, потом на лодке катается или в лес ездит с утками. У меня есть знакомые, которые вообще не работают, скажем, практически, живут непонятно на что, просто любят ездить неделями в лес. Неделю там сидит и ловит щуку, щуку ловит. Он тоже себя более-менее комфортно чувствует. Значит, это такая вещь. И это массовое явление. И это надо твердо понимать, что, как иногда часто говорят, что, например, в Хорватии или Черногории в жизни выше, чем Япония. По той простой причине, что, казалось бы, у них числа ВВП на душу на цене в Японии очень высокие, но при этом... Он весь идет на поддержание инфраструктуры. Да, но при этом сидячая ванна, в которой сначала моется хозяин, потом его жена, потом ребенок и так далее. Они в это все... Зимой, когда холодно, топят керосинку, как правило, живут, значит, они в таких домиках, за сумасшедшие деньги куплены. Там 30-40 см вдоль ограда и там ровно такой же домик. По периметру обходишь и работают с утра до вечера. На субботу вечером заглянутся и что-то еще. В субботу и воскресенье пьют. Вот это японский область жизни. Часто вот такой. И там получается кусочек сыра даже. Часто воспринимается для них роскошь, потому что ценник настолько безумный. Например, какой-то стейк на наши деньги может стоить 15-16 тысяч 8 тысяч рублей за килограмм. И рядом есть вот этих балканских республик, где уровень жизни, казалось бы, невысокий. Ну, такой, номинальный по ВВП. Но уровень жизни реально высок. Высок он. Потому что большой досуг, тот, чем они занимаются, он обладает высокой областью рентабельности, в отличие от японской экономики, которая практически вся убыточная. То есть там производят автомобиль, это ясно, что это завод, который их производят, он сам по себе убыточен. Так вся экономика у них. То есть цифра красивая, вот в этом смысле он вот существует. И вот этот такой мир, который нам пишет Симон Карадонский, который очень похож на правду. Но я говорю, что его на сегодняшний день проблема стоит в том, что он превращается тихонько в дискурс из научной теории. И вот как вот с ним бороться, точнее не бороться... Я думаю, что бороться наверное не нужно. То есть если бы порассуждать, то его стоит оставить как есть, не трогать. Да, но тогда у тебя же для тех же самых ребят в Бахме, которые живут, для них например вот этот вертолет он все-таки важен. То есть он прилетает вертолет, кто-то заболел, его забрали на вертолет. живет, то он не в либертолет, или в либертолет. потому что скорее всего в скором будущем лет 5-10 перейдет на оценку ориентированную на непосредственную локальную жизнь конкретную. Вот сколько ты потребляешь ты конкретный человек, а не сколько у тебя государства этих миллиардов. Ну самое важное конечно свободное время. Самое главное свободное время. Нынешняя и следующая ситуация. Тот частный ресурс, который не нужно не отнимать, а наоборот давать. Да, вот как малазийцы как воспринимают сингапурцев как биологических роботов. Они там ходят, их там штрафуют, по пяткам бьют иногда, если что-то сделать. То есть в принципе очень много работает. А у малазийцев сейчас в Европе на цене между прочим, два раза выше, чем у нас. Если искать позитивный какой-то момент, то скажем, если западная экономика, европейская, она интегрирована сверху донизу вся вот, абсолютно, у нас вот есть эта прослойка. То как бы ее оставить, а пытаться что-то сделать здесь и интерфейс к ним. А их оставить, скажем, а что если людям нравится там жить? Зачем заставлять их? Тем более, что человеческий ресурс в будущем тоже не нужен такой большой. Если человек покармливается, кормит себя, доволен, есть свободное время, допускай. Да, вот да, как-то надо. Тем менее, как что-то должно перепадать. Вот, например, здравоохранение. Я в Ахме посмотрел, у них в фильмах у всех отвратительные зубы у всех. Какие-то протезы, золото вставлены. То есть нет стоматологии при всем этом. И глистов из них важно было бы вывести как-то. Ну, чего они на глистах-то живут все? Они реально заряжены, у них там килограмм этих глистов, потому что они налимы щуку и всех остальных едят. Ну, и так далее. Ну, как-то вот что-то. То есть, сейчас я тоже, когда первую серию посмотрел, о, действительно счастливые люди. А потом, как они зимой этого песца добывают, показали, ну, блин, они в таком аду живут холодным. То есть, минус 30, это для них тепло просто. И они там 4 месяца, у них только радиостанция, керосинка и собака. И вот 4 месяца каждый день обходит, показывает светло, собирает замерзшие тучки-тоушки песцов, ой, песцов, соболей, стирает с них школу, на Новый год приезжает, потом опять влезет. Вот так он полгода живет. А летом он готовит себя. Дома эти ремонтирует, свои избушки там. и там картошку сажает. Ну, до чего. Ну, вот такая вещь.